Еще несколько интересных моментов на нашей конференции, которая называется «На одной волне». Павел, как настроение? Отличное, спасибо. Вы говорили про проект, который называется Customer Value Management. Самый главный вопрос, что это за проект и что принципиально нового он может привнести в жизнь компании Magnit? Это очень важный проект для нас, потому что это проект, который позволяет двигаться вперед с точки зрения персонификации данных. Это работа с неограниченным количеством клиентов, от одного клиента до миллионов. И это автоматизация этой работы, это таргетированные предложения, таргетированные коммуникации, которые отвечают нужным каждого отдельно взятого клиента. Также для наших партнеров это дает огромные возможности, потому что они могут выходить на те сегменты клиентов, которые для них интересны. Это динамическая сегментация и в этом большое будущее. Я не могу не задать вам вопрос, который интересует не только меня, но, мне кажется, всех ваших подписчиков. Почему такая высокая вовлеченность в жизни социальных сетей? Да, действительно, у нас очень высокая вовлеченность. Она существенно отличается от средней по рынку. И это происходит из-за того контента, который есть у нас в социальных сетях и из-за геймификации, которую мы активно там используем. Также из-за аудитории, которая, собственно говоря, пришла к нам сама. Мы ее активно привлекаем, но в то же время она живая, она настоящая. И это очень важно, потому что для нас важно не количество подписчиков, а качество этой аудитории, потому что именно с качественными показателями можем работать мы и наши партнеры для того, чтобы проводить различные активности. С одной стороны, а с другой стороны, это инструмент вовлечения наших потребителей, потому что там мы даем действительно информацию, контента, розыгрыша, которые для них интересны. Поэтому это отличный способ с ними взаимодействовать. Про качество аудитории я с вами не могу не согласиться. Я знаю также, что журнал «Магнит», сейчас об этом тоже немножко поговорим, это самое крупное печатное издание в России. Вот тут возникает главный вопрос. Зачем вы это делаете? Какие задачи ставите перед изданием? Наша задача быть ближе к нашим покупателям. И с помощью журнала «Магнит» мы рассказываем им про еду. Мы делимся с ними своими рецептами, мы делимся тем, о чем они спрашивают, мы рассказываем о том, что их интересует, мы спрашиваем наших покупателей о том, что их интересует. То есть это канал коммуникации, который мы используем для того, чтобы быть ближе. Журнал действительно имеет огромный тираж, но он востребован, и этот тираж очень быстро распространяется. Я хотел отдельно спасибо сказать команде нашей, которая делает этот журнал, потому что в такой короткий срок сделана такая, по сути, огромная работа проделана. И 3,5 миллиона – это не маленький тираж, который распространяется полностью в первые пару-тройку недель-месяца. То есть его даже не хватает на самом деле. Однако мы движемся в сторону диджитальной версии, хотя мы не забываем про печатную, мы не планируем отмену печатной версии, потому что она сильно востребована частью нашей аудитории. Но другая часть аудитории заинтересована в диджитальной версии, которую мы в скором времени разработаем, и она у нас появится в ближайшее время. В этой диджитальной версии мы сможем дать как лучшие вещи, которые находятся у нас в печатной версии, так и другой контент, который релевантен для наших потребителей. Фидбэк уже какой-то получаете от потребителей о публикациях, которые происходят в журнале? Да, получаем. Они его любят, они его обожают. Это серьезно. Слушайте, ну я желаю, чтобы аудитория, которую вы будете охватывать в диджитал, была также вовлечена не только в жизнь социальных сетей, но и в жизнь вашего журнала. И мне кажется, это прекрасный способ действительно выстраивания хороших, долгих и партнерских взаимоотношений с покупателем. Спасибо большое. Спасибо.